Дневной разворот в Кирове Я напомню суть разворота на бизнес В нашу студию мы приглашаем представителей и руководителей Так преимущественно всевозможных предприятий Ведущих предприятий региона И просто-напросто просим их поделиться с нашими слушателями Тем, чем они занимаются, как они работают Какую проводят в том числе кадровую политику Есть ли у них такая социальная нагрузка Это очень интересные вещи Интересные, я считаю, в целом для жителей нашего города Да, и сегодня у нас в гостях Михаил Некрасов, генеральный директор Биофармацевтической компании «Нанолек» Добрый день Добрый день Компанию ему составляет Елена Кольцова Директор по коммуникациям Биофармацевтической компании «Нанолек» Добрый день В общем, представители «Нанолека» у нас сегодня Раз уж мы встречаемся в 20-х числах декабря Мы будем в первую очередь говорить о том Как ваше предприятие развивалось в 2016 году Год был очень важный для вас Каких успехов добились, какие важные люди к вам приезжали С кем вы беседовали Ну и большую часть, конечно, хочется еще уделить планам и перспективам В первую очередь на ближайший 2017 год Михаил Сергеевич, основные итоги года для компании «Нанолек» На ваш взгляд, каковы? Ну, вы, наверное, в курсе, что мы представляем собой классический стартап Несколько лет назад, в частности, в 2012 году мы заложили здесь завод биофармацевтический Левин Сауличевского района Да, да, да И осенью этого года, 11 сентября, мы запустили стратегическое для нас производство биофармацевтическое И считаем, что в 2016 год, вот это тот год, когда мы уже стартуем с нашими основными продуктами И в этом случае для нас это значительный успех в 2016 году То есть, получается, на сегодняшний день работают все блоки завода? Да Но все-таки стоит напомнить, первый запуск был в конце 2015, да? Нет, твердые лекарственные формы запустили в декабре 2014 года То есть, соответственно, два года назад Да, потому что твердые лекарственные формы, это более простое, ну, условно простое производство По сравнению с биотехнологическим Для биотехнологического производства нужно больше времени Там оборудование более сложное, более сложные технологии И в этом случае, вот, разрыв, там, 14-й год и 16-й, поэтому такой Игорь Сергеевич, скажите, пожалуйста, ну, стал ли для вас 2016 год таким годом, Когда появилась стабильность и понимание, что эта стабильность будет и там и в 2017 тоже Потому что наверняка были люди, у которых было достаточно такое скептическое отношение Заработает завод в полную силу или нет 2016 год стабильности? Ну, конечно, да Это уже тот водораздел, после которого мы уже уверенно чувствуем себя с точки зрения бизнеса Поскольку было очень много препятствий, очень было много сложностей на пути становления нашего предприятия И сейчас с запуском биотехнологического производства мы можем все-таки выдохнуть и сказать Да, все-таки вот пройден тот рубеж, который уже обусловливает нормальное, стабильное развитие нашего предприятия Вы правильно говорите, были опасения, но они и у нас были, потому что мы проходили уже сложный период в развитии нашей страны, да, в целом Ну и в этом случае все эти события, санкции, они, естественно, сказались и на нас И здесь говорить о том, что это не так, ну, наверное, неправильно Ну, наверное, это не просто стабильность, а стабильное восхождение все-таки И вот вы говорите, да, то есть пройдена определенная планка, определенный рубеж, уже ниже которого уже точно дело не пойдет, так ведь? Конечно, то есть мы для себя уже понимаем, что да, биофармацевтическая отрасль, вообще в фармацевтической отрасли очень сложны процессы выпусков в рынок препаратов Это иногда годы уходит для того, чтобы вот новый препарат появился на рынке И после запуска производства мы еще в течение года будем налаживать это производство, отрабатывать и выпускать уже те препараты, которые мы зарегистрировали, которые мы можем у себя производить Но вот, опять же, возвращаясь к тому, что мы с оптимизмом смотрим в будущее только потому, что у нас все уже сделано То есть есть группа препаратов, есть партнеры, есть специалисты, есть команда, которая способна выполнить уже дальнейшую работу по выводу на рынок современных высокотехнологичных инновационных препаратов Расскажите, пожалуйста, про команду, кто эти люди, кто работает и есть ли еще нехватка кадров Да, ну, здесь, как говорить, у нас, естественно, есть московский офис и производство находится на территории Кировской области В этом случае у нас очень сильная команда, я уже не первый завод строю и могу оценить вот с этого уровня Что все наши специалисты, которые в первую очередь занимаются, скажем, продажами, развитием производства, финансовая служба, персонал, юридическое То вот в этом плане нам удалось все-таки собрать команду, тот штаб, который уже по всем направлениям развития нашей компании Сделал всю эту работу, которая позволила на территории Кировской области организовать и развить производство биофармацевтическое Ну и с тем, что мы, это предприятие появилось на территории Кировской области, тоже же, это же не просто так, да Мы понимали изначально, что нам нужны люди, нам нужны именно специалисты, которые понимают и знают эту отрасль И традиционно Кировская область всегда биотехнологии были на одной из ведущих, в принципе, позиций И в этом случае мы нашли тот островок, где есть учебные заведения, которые могут готовить кадры, где есть кадры, которые работали в биотехнологии И в этом случае основной костяк нашего биотехнологического производства это кировцы Кировчане, я извиняюсь Кировчане мы говорим, да, да, да А сколько их всего? Ну, сегодня 320 человек работают на производстве, вот, и я думаю, что где-то, ну, больше 2-3 это кировчане Я имею в виду кировчане, это с точки зрения Кировской области, потому что у нас и Стрижей, и Оричей, и Леринцы Ну, конечно, да, очень у вас плотные взаимоотношения с нашим опорным университетом Ну, это образовательная база, да? Да, я уже, я как раз и говорил о том, что одной из, все-таки, одной из основных, как бы, позиций, которые привело к тому, что здесь появился биоформатический завод То, что наличие ВИАТКО государственного университета, потому что у них есть биофак, у них есть преподавательский состав, который способен готовить для нас кадры И в этом случае симбиоз производства и ВИАТГУ и для нас, и я думаю, что и для университета дал определенный толчок в развитии, во-первых, разработки программ для биотехнологов И в развитии наших совместных научно-исследовательских работ, потому что это база еще, кроме всего прочего, и для разработки тех же инновационных препаратов Потому что у них есть темы, которые для нас интересны, и которые мы с удовольствием, в принципе, сегодня с ними развиваем Мы создали там лабораторию, мы ее там открыли На базе ВУЗа? На базе ВУЗа, да, это позволило нам переподготовить около 20, больше даже, по-моему, человек на базе ВИАТГУ Наших специалистов А как сейчас, как в дальнейшем будет осуществляться взаимодействие с ВУЗом? То есть вот ребята учатся, они потенциальные ваши сотрудники? Да, мы уже имеем практику, что у нас четвертые, пятые курсы проходят практику на нашем предприятии И уже есть, по-моему, есть такие случаи, когда уже студенты, когда заканчивают ВИАТГУ, приходят на наши предприятия Приходят в общем порядке, в общей массе или все-таки? Нет, ну они уже, мы уже с ними работаем до того, как они заканчивают ВИАТГУ То есть вы уже знаете, с кем имеете дело, уровень квалификации Да, мы знаем уже, с кем имеем дело, да Ну что, мы продолжим подводить итоги 2016 года и про планы поговорим, но уже после небольшого пережива Продолжается программа «Разворот на бизнес» Гости нашей студии сегодня представители компании «Нанолек» Во-первых, это Михаил Некрасов, генеральный директор компании И Елена Кольцова, директор по коммуникациям, простите, биофармацевтической компании «Нанолек» Что касается продукции, список выпускаемых препаратов, он сейчас на сегодняшний день У нас сегодня где-то около десятка препаратов, которые мы уже сейчас производим И которые в ближайшее время уже начинаем производить для рынка А в этом случае я хочу сказать, что мы в своей стратегии предусмотрели работу с очень крупными биофармацевтическими компаниями мира И в этом случае наша стратегия, она себя оправдывает Цель сотрудничества? Цель сотрудничества, понимаете, что компании, которые сегодня на рынке уже десятки лет Они уже имеют опыт, они имеют те препараты, которые сегодня заново начинают разрабатывать Я считаю неразумным, лучше войти в такую международную кооперацию Которая нам позволит уже сегодня и уже сейчас производить эти препараты и вывести их на рынок Причем локализация их будет на нашем предприятии Это для нас тоже, в принципе, выход из того положения, что на сегодняшний день мы сильно отстаем от биотехнологических компаний, скажем, мировых И сегодня, ну не секрет, да, уже 70% препаратов мы вынуждены импортировать Сейчас эта картина меняется, меняется очень серьезно, потому что и наша компания участвовала в программе ФЦП «Фарма-2020», которая предусматривает одну из задач – это импортозамещение На сегодняшний день у нас 8 контрактов с Минпромторгом, и мы разрабатываем для этой программы 8 препаратов Причем уже 6 контрактов мы закрыли, остается 2, которые, в принципе, я считаю, что мы также успешно завершим И вот эта вот наша работа, наше участие позволяет очень быстро локализовывать препараты на территории Российской Федерации Здесь два пути, да, есть препараты, которые мы с нуля разрабатываем, да, но это очень долгий период, это, ну, я думаю, что лет 15, чтобы вот вывести от… А почему принципиальное решение их с нуля разрабатывать? Ну, смотрите, здесь есть такие препараты, где технологию вам никто не отдаст В этом случае вы уже вынуждены эту технологию сами воспроизвести или сделать ее с нуля В том числе это будет дешевле, чем, да? Ну, может, это, я думаю, что не будет, там, скажем, в разы дешевле, да, но это, конечно, уже, если задействуются наши специалисты, это уже, как бы, все равно снижение цены будет Но самое главное, что мы обладатели этой технологии Другой путь как раз партнерство Партнерство у нас очень крупная компания, вот Алена, которая готовит все материалы и готовит эти встречи, и очень принимает активное участие Алена, можно озвучить эти компании? Да, конечно Ну, озвучьте, что за уровень Уровень очень высокий, да Это, ну, прежде всего, наш основной партнер по локализации детской педиатрической вакцины компании Снофи Мировой лидер по разработке и производству вакцин И не только Это компания Мерк, которая локализует у нас препараты, противодиабетический препарат и кардиологический с Нового года Также это компания Аспин, это крупнейшая в Южной Африке, в Южном полушарии фармацевтическая компания И компания Тева, с которыми мы в этом году подписали очень важное для нас соглашение по локализации их такого очень значимого препарата То есть, они будут выпускаться здесь у нас? Да, здесь у нас Вот эти препараты? Да, на нашем заводе Мы с ними как раз договариваемся на тех условиях, что будет, в конце концов, практически конечная локализация И мы будем производить какие-то продукты, мы уже договорились, с субстанцией, как это вот сейчас говорят То есть, производство субстанции также будет организовано по некоторым продуктам здесь Но еще не сказали Субстанция это некая промежуточная стадия, да? Это то активное вещество, которое лечит То есть, та молекула, которая как раз воздействует на вот это заболевание Взаимодействие это взаимовыгодное, вернее, партнерство? Или там кто-то кому-то что-то должен остается? Да нет, я считаю, что та компания, которая работает с нами Они же, мы же не просто так, они нам все бесплатно отдают, да? То есть, мы вынуждены, ну не вынуждены, но, наверное, все правильно Если мы быстро реализуем какую-то технологию, производим на своих мощностях Производство того или иного препарата, да? То в этом случае мы просто рольте платим той компании, которая передает нам эту технологию И это выгодно, и нам выгодно Но самое-то главное, мы решаем задачу здесь и сейчас Производство тех препаратов, которые мы завозили когда-то из-за рубежа Чисто вот так в упаковках Сейчас мы это все будем локализовывать у себя Ну и я скажу дальше вот как бы простым языком, что, знаете, когда технология уже сюда пришла То в этом случае у нас ее ни при каких-то санкциях уже не выдернуть Этой технологией владеют наши люди Этой технологией уже все Технология патентуется, она, да, здесь? Ну она, каким образом она закрепляется? Нет, есть препараты, которые закончились и вышли из патентной защиты Есть препараты, которые под патентной защитой То есть у нас есть и те, и другие, то в этом случае Если мы заключаем договор о том, что технология передается нам То в этом случае мы уже можем ее производить На большой период времени И, да, производить и платить ролики Вот и все Алена, давайте такой небольшой дайджест Самых главных событий компании за 2016 год Вот самые-самые такие вот успехи Ну, я уже говорила с точки зрения партнерств 2016 год Пописание соглашения Да, для нас тоже было очень таким ярким и значимым Это два партнера компания ТЭВ и компания Аспен Также у нас, вот мы запустили осенью этого года наш биотехнологический корпус И приехали все наши и партнеры из госорганов, из компаний Южной Африки И Южная Корея То есть был такой... Южная Корея это потенциальный партнер, да? Нет, с Южной Кореей мы тоже работаем Или тоже уже заплеченные какие-то вещи Проект уже он длится, да, какое-то время С Южной Кореи, я даже скажу, там у нас арфанный препарат Идет с Южной Кореи вот так в партнерстве, да? Арфанный препарат это, знаете что, да? Это те препараты, которые лечат очень редкие... Речащие заболевания Речащие заболевания, да? Ну, эта проблема сейчас перед Россией стоит И в этом случае деньги под это выделяются Но вот самих арфанных препаратов пока в разработке Там, скажем, у каких-то компаний российских нет И в этом случае вот это партнерство позволяет Сегодня быстро заводить эти препараты у нас в России Это тоже большое достижение Это такая уникальная линия сотрудничества, да? Да Специфическая Сегодня одна-две компании в мире Которые могут производить какой-то препарат И в этом случае мы договариваемся с ними И наши пациенты могут получать эти лекарства Что еще? Да, и да И мне, ну, как, собственно говоря, для мамы тоже очень отрадно Что мы, запустив наше биотехнологическое производство И первым... Простите, вы мама или для вашей мамы? Я мама И для всех, на самом деле, мам нашей страны Очень радостно, что будет, ну, во-первых, производиться вакцина педиатрическая, пятикомпонентная Совместно с компанией Снофи Которую все очень давно уже любят и ждут Ну, это планы Это уже то, что сейчас То, что уже подписано и то, что будет реализовываться 100% Да, то, что уже с нашего завода То, что уже с нашего завода сейчас поставляется вот это вот Давайте про эту пятикомпонентную вакцину поподробнее поговорим Потому что действительно, насколько я понимаю, это уникально Ну, она, да, безусловно, уникальна, потому что она защищает от пяти инфекций И она уже используется в нашей стране, нашими мамами Вот, но пока этот препарат, он коммерческий То есть, ну, он не входит в национальный календарь прививок А, это как обычно, ну, я как папа тоже знаю Там предлагают сделать отечественную, например, какую-то вакцину А можно и не импортную сделать? Она подороже будет, но она вроде получше Мне кажется, это немного другое Это аналог, а это совсем новый препарат Но пока только в коммерческие клиники Да, можно вмешаться Ну, как врач скажу, что, понимаете, для ребеночка у нас все-таки направление И правильно Минздрав поддерживать Национальный календарь развивается в уменьшении количества инъекций Потому что, если отечественными вакцинами сегодня производить То же самое, это три укола, да? Если три инъекции Если, например, пятивалентная компонентная вакцина Многокомпонентная, да, это один укол И мы сразу решаем эту проблему А там, скажем, пентоксим Это, значит, два, три с половиной и четыре месяца То есть, в этом случае вот нужно сделать И я думаю, что многие мамы и многие родители предпочитают, конечно, значит Один укола? Конечно, многокомпонентная вакцина А потом качество То есть, в этом случае же тоже от этого многое зависит А реализация где? Вот этой вакцины, пятикомпонентной То, что производится на нашем производстве, это для Российской Федерации И мы сегодня делаем много для того, чтобы все-таки многокомпонентные вакцины появились в национальном календаре Что, в принципе, все уже развитые страны сделали Ну, а какие перспективы появятся? Да, переговоры уже ведутся Сегодня я вам скажу, что не боюсь глазик, да Но мы добились, чтобы эта вакцина хотя бы для группы риска, детишек, появилась А группа риска у нас где-то, значит, это 330 тысяч малышей ежегодно Если рождается где-то миллион, да, то 330 тысяч это дети ослабленные, дети группы риска То хотя бы для них, я думаю, что у нас это должно получиться, значит, благо для... Ну, вот как вы все мамы тут, то есть мамы особенно это понимают Речь идет о бесплатном, да, прививании? Вот если в национальном календаре будет утверждена группа риска детей до 330 тысяч, детишек получат бесплатно Тогда в полигременных, соответственно, будут предлагать эту вакцину Алена правильно говорит, что вакцина уже на самом деле давно на рынке, ее знают, но она в коммерческом обороте То есть есть же у нас коммерческие медицинские центры, которые сегодня предлагают и делают И я вижу по Москве, что никаких проблем, там, скажем, сделать за деньги, этой вакцины нет Извините, такой простой вопрос задам Производство в Кирове, такая замечательная вакцина Могу своему ребенку, соответственно, приобрести эту вакцину здесь и сделать прививку? Я думаю, что в медицинских центрах без проблем Потому что было в прошлом году, даже в 16-м, в 16-м был перерыв и были проблемы с этой вакциной И там я видел в интернете, в общем, такое, значит, живое обсуждение То есть делать надо, ее нет? Да, делать, ну, если я хочу, если я имею возможность, там, купить эту вакцину, там, ну, я не знаю, сколько она там В медицинском центре, там, может, 3 тысячи, да, там, стоит, ну, в этом случае, если я могу себе это позволить, почему это не сделаю? У человека должен быть всегда выбор, так? Хорошо Был перерыв, но вот сейчас, как бы, в связи с тем, что вот мы с Санафеей вели большие переговоры И в течение уже, по-моему, двух с половиной лет, да, у нас длится вот это Ну, вот сейчас эти все вопросы решены, теперь наша площадка уже определена для производства Я думаю, что в этом случае, вот, и для коммерческого рынка, и для, если мы решим вопрос, там, национального календаря, то уже проблем не будет Ну, вопрос к национальному календарю, не завтра это решится, может быть, вели переговоры с представителями нашего региона, с правительством о том, чтобы какую-то партию закупить для жителей, как раз, на нашей области По-моему, вели, то есть, смотрите, каждый регион может себе позволить дополнительную программу в дополнение национального календаря, это, это, как бы, каждый регион себе может позволить В зависимости от того, есть ли у него для этого средства, то есть, я точно знаю, что это есть в Екатеринбурге Мы недавно посетили президента Татарстана, и об этом разговаривали, и Минздрав поддержал какое-то количество, там, скажем, своих детишек Производить вакцинацию этой вакцины, ну, здесь, в Кирове, мы, по-моему, тоже обсуждали этот вопрос Алюта, какие перспективы, есть ли они? Ну, я знаю, что есть такая потребность, и что о вакцине знают, ее уважают Здесь, наверное, вопрос действительно в средствах, да, бюджета, поэтому мы готовы, то есть, мы открыты, и будем, ну, будем обсуждать возможности сотрудничества То есть, здесь, скорее всего, возможности региона уже будут, как, мы, в свою очередь, необходимые объемы, конечно, готовы предоставить максимально оперативные С нашим региональным правительством у вас хорошие деловые нормальные связи выстроены? Да, да, и мы их выстраиваем, это, в общем-то, такая совместная работа, но я думаю, что все понимают, что мы, как бы, нужны друг другу, да, и должны так или иначе коммуницировать Ну, вот насколько эффективно сейчас это взаимодействие? Ну, сейчас, так или иначе, новые люди, да, поэтому мы знакомимся, мы рассказываем о себе Вот, очень, кстати, было, опять же, наше мероприятие по запуску, то есть, здесь, конечно, такое широкое представительство правительства Кировской области Это было очень большой для нас и честью, и радостью, что смогли посмотреть то, как мы работаем, с нами лично пообщаться То есть, был такой, действительно, неподдельный интерес Губернатор был у нас еще задолго до этого, то есть, он провел даже больше времени, чем было указано в протоколе на нашем заводе, ему было все интересно Вот, все везде посмотрел А какие меры поддержки со стороны правительства? Ну, есть ли они? Пока у нас это льгота по налогу на имущество, это действительно для нас очень большая, существенная поддержка Да, да, и, ну, мы, конечно, надеемся на развитие и такое углубление поддержки Но то, что это всегда открытый диалог, то, что это всегда при любых встречах, пересечениях где-то нам говорится открыто, что какие-то, если у вас есть запросы, мы готовы И, действительно, есть мобильные телефоны, и это все, в общем-то, в таком живом диалоге, это правда, и мы это очень ценим Да, я хочу добавить здесь, конечно, я точно знаю, что в правительстве Кировской области наши предприятия считают предприятием, которое действительно должно и обеспечить российский рынок, и в том числе и кировский И в этом случае у нас полное взаимопонимание, и думаю, что дальнейшее наше общение, совещание уже с руководителями этой, ну, Кировской области, конечно, приведет к тому, что мы разработаем какие-то программы Именно исходя из того, что вот здесь производится на территории Кировской области определенная группа лекарств, я думаю, что какие-то, какие-то совместные проекты, я думаю, что в Кировской области будут, это однозначно Нам пора сделать небольшую паузу, рекламную паузу, мы скоро продолжим Программа предназначена для аудитории от 16 лет Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове, сегодня у нас рубрика «Разворот на бизнес» В гостях Михаил Некрасов, генеральный директор биофармацевтической компании «Нанолек» и Елена Кольцова, директора по коммуникациям Елена, мы забыли сказать про еще одну новинку, к выпуску которой приступило предприятие в выходящем году, что это? Это первая инактивированная вакцина от полиомелита, которая будет производиться в России, мы очень горды это анонсировать И на самом деле сейчас такая ситуация, что с одной стороны мы являемся территорией освобожденной от полиомелита, но так или иначе все производители этой вакцины были иностранные до этого года И мы начинаем на своем предприятии производить в практически необходимом объеме для российского рынка Для всей России Да, для всей России есть определенный задел, в количествах которых мы должны еще развиваться, да, но, в общем-то, для нас такая серьезная социальная миссия, скажем так И мы ее, в общем-то, рады реализовывать с 2017 года, производить эту вакцину Все-таки еще планы, да, в 2017 году? Нет, ну мы говорим про Новый год, да? Мы уже провели совещание в Минздраве, нашу вакцину ждут, инактивированная полимитная, она действительно на территории Российской Федерации производится впервые Наша, то есть ваша разработка? Нет, это разработка, опять же, с партнерами иностранными И в этом случае мы получаем от них возможность эту вакцину производить на территории, ну, Кировской области для потребности календаря прививок Потому что эта вакцина введена уже в календарь прививок, но до этого времени она полностью, 100% заводилась иностранными компаниями То есть, опять же, курс на импортозамещение, да? Ну, конечно, здесь мы решаем, мы, конечно, не ставили, три года назад, когда начали регистрировать эту вакцину, что вот именно это импортозамещение Мы понимали, что наши мощности, наше предприятие, которое современное, высокотехнологичное, практически таких комплексов России, я так вот и не знаю, да? То вот именно оборудование, которое на нем находится, оно позволяет именно локализовывать вот такие высокотехнологичные препараты, да? Потому что, ну, вы тоже понимаете, что иностранные партнеры, они не пойдут и не будут работать с предприятием, которые, ну, которые не отвечают тем международным стандартам, международным нормам GMP, да? В этом случае, как бы, первый этап для нас был построить такое предприятие, на которое мы уже можем партнеры позвать те компании, которые понимают, что у нас международный уровень, мировой уровень Поэтому в этом случае мы находим общий язык, и вот такие проекты, они становятся реальностью Действительно, инактивированной вакцины, ее сегодня не хватает в мире Мы понимаем, что, ну, мы с вами, я точно знаю, все еще привиты живой вакциной От полиомилита, да? Да, полиомилита, да Потому что, ну, такие случаи бывают, а это даже на миллион будет один ребенок, все равно неприятно А если говорить таким производственным, что ли, языком, чтобы представить объемы производства Сколько отгружает предприятие, там, за определенный промежуток времени, куда, как это все расходится? Вот эти вопросы какие-то Нет, я только могу сказать, что, да, нет, ну, как бы, вы понимаете, что я уже сказал изначально, что мы запустились, да Но все равно мы уже в этом году производственный план наш 600 миллионов, да, и в следующем году 600 миллионов чего? Рублей Рублей Да, и в следующем году у нас удвоение практически этого производства, значит, где-то мы должны уже миллиард 600, миллиард 800 сделать Объем производства своей, уже вот именно биофармачистский комплекс наш Продукция, Олег, в настоящее время в кировских аптеках представлена? Да, я думаю, что представлена, да Для понимания наших слушателей Да, первый препарат, который мы выпустили, это противоаллергический препарат, это Нолориус, который, я думаю, что я лично сам покупал Мне, правда, хотели всучить в два раза дороже, Эриус, но я попросил наш препарат На заметку нашим слушателям, да? То есть это аналог, да? Ну, это дженерик, ну, вы понимаете, да, что дженериков Их, кстати, где-то около десяти на рынке, да, и в этом случае вы приходите в аптеку, вы можете попросить конкретный препарат, если вы, значит, не знаете торговые названия, вы можете по... Международному? Международному, потому что каждое лекарство, знаете, имеет два названия То в этом случае дженерик, он всегда дешевле, понятно, что вот наш препарат, там, Эриус, это 900 рублей, а там, скажем, наш препарат уже 400 рублей, то есть разница есть Но есть еще и дешевле, я тут, как бы, не буду раскрывать всех нюансов, но это такое есть Каким-то образом отслеживаете спрос на свою продукцию? Именно здесь у нас, в городе Ну, смотрите, наше предприятие с государственным участием, да, и на самом деле мы изначально понимали, и стратегия наша тоже осознанная в том, что у нас где-то 90% продукции, которую мы будем выпускать, это будет закупаться государством И в этом случае мы знаем, сколько, какого продукта государство закупает, и в этом случае... Большая уверенность уже такая в прошлом дне, да? Да, конечно, ну, у нас есть несколько, так называемых, филитериловых препаратов, да, которые придутся в аптеках, но мы, если честно, то есть наша стратегия все-таки больше ориентирована на биотехнологии, биотехнологии, биоиммунологические препараты, а они, в основном, это государственная закупка А с кем непосредственно вот в этой государственной машине, структуре вы общаетесь? Вот уровень лиц, чтобы представить, непосредственные руководители ведомств или какие-то отделы там созданные по общению вот с таким производителем? Нет, смотрите, практически все препараты, которые на сегодняшний день закупаются Минздравом, да, то в этом случае, естественно, Минздрав, он является и регулятором И в этом случае, значит, вот по инактивированной полиумилитной вакцине, да, несколько было совещаний, и в этом случае спрашивали наши возможности, сколько можем произнести, чтобы уже скорректировать рынок, там, закупки с другими предприятиями В этом случае мы сказали, что 2 миллиона доз в следующем году, в 2017, мы сможем выпустить и поставить на рынок, то потребность 4 миллиона, но, к сожалению, мы не можем сразу все закрыть, да, то в 2018 году мы это сделаем, но вот в этом случае мы говорим Тогда Минздрав уже начинает, как бы, решать вопросы по поставкам этой вакцины с другими поставщиками И в этом случае я считаю, что это правильно, регулятор такой должен быть, потому что, ну, государство тоже бюджет не резиновый, там им нужно закупить все необходимые для них препараты, которые входят в список ЖНЛП, так называемый, да, то в этом случае идет разговор с производителями, ну, насчет того, что снижение цены И в этом случае мы уже отечественные предприятия понимаем эту ситуацию и, конечно, всегда делаем так, чтобы действительно и поставить лекарство, ну, и самим накладом не остаться, ну, и не нагрузить бюджет, там, России У нас остается не так уже много времени, и очень хочется поговорить про годы грядущие, какие планы, какие цели перед собой ставите Ну, кроме уже озвученных, да? Кроме уже озвученных, да, уже много озвучили Ну, те препараты, о которых мы сегодня говорили, да, они переходят и на 2017 год, но в 2017 году мы ставим для себя еще несколько задач Вот расширение производства твердых лекарственных форм, мы действительно вышли уже на такой объем производства Сейчас у нас уже в 2017 году не хватает мощности производства, а то и решить выполнить ту производственную программу, которую на 2017 год у нас запланирована И в этом случае нам нужно добавить еще одну линию производства твердых лекарственных форм, мы ее уже проплатили, она уже поступает на завод И в первом квартале 2017 года наша задача быстро еще запустить одну линию, чтобы обеспечить выполнение той производственной программы, которая у нас на твердой лекарственной форме Дополнительные рабочие руки потребуются или это механизированное такое, автоматизированное производство? Нет, вот здесь то, что касается уже вот расширения производства, да, здесь нет такого вот какого-то огромного привлечения еще дополнительных ресурсов То есть вакуума не происходит такого, что еще кому-нибудь Да, 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 потому что высокая технология, высокое все-таки обеспечение оборудованием этого предприятия и такого огромного количества привлечения людей, конечно, не нужно Мы понимаем, что где-то к концу 2017 года наш коллектив на заводе 400-420 человек будет Сейчас 320, к концу 2017 года это 420, ну и практически на этом уже у нас идет Ну все, уже достигнете Да, да, достигнем той мощности То, что касается биотехнологического производства, мы планируем вот то, что мы полимилитная вакцина, значит, инактивированная, значит, многокомпонентная вакцина Пентаксин Значит, Ноксопорин, да, это у нас производство одной из компаний, ну, значит, южноафриканской, да И еще с ТЭВой у нас проект, который мы тоже должны в 2017 году лекаризовать, я не буду называть препарат, но вот этот препарат позволяет нам действительно тоже значительно насытить российский рынок очистительными лекарствами То есть вот эти вот партнерские отношения, которые у нас есть, они в 2017 году уже реализуются в готовый товар Еще раз можно повторить, ваши планы по объему в рублях? Да, я думаю, что около 2 миллиардов мы должны объем производства сделать А налоги нам, естественно, и это все... Ну, налоги на заработную плату, они уже, как бы, 320 человек, 400 человек, это уже, я думаю, что уже налоги, да То, что здесь Алена сказала о том, что у нас есть льгота по некоторым налогам, это позволяет все-таки вот на старте предприятий все-таки больше еще заложить денег в, ну, дополнительное оборудование какое и трансфер технологии, потому что это все дорогие вещи Нет, просто я имею в виду, чем больше и чем успешнее вы работаете, это польза для региона Не, ну, бесспорно, ну что, 17, 18, 19, там, 20, да, это уже предприятие, которое будет достаточно большие налоги приносить в бюджет Но для этого должно вот 5 лет потратить на то, чтобы это предприятие здесь состоялось, чтобы оно все-таки выполнило все свои планы по производству, по трансферу технологий, да И в этом случае уже начиная там с 19, но с 20 точно уже все будет генерить налоги Я специально заострил на этом внимание, потому что, вот, я думаю, что многим непонятно, а что мы тут беседуем, да, это наша общая польза, между прочим Я хочу сказать, правильно, все регионы должны работать таким образом, нельзя сразу предприятие там забросать налоги, вот сегодня уже давайте чего-то начинаете платить Продукцию выпускайте, начинаете платить, ну, так не бывает, дайте, дайте еще немножко встать на ноги И когда мы встанем на ноги, ну, а фарматическая отрасль, ну, единственная, которая в кризисный период практически не снижала своих темпов роста И сейчас она в России, например, ну, на первых местах по росту и производительности труда, и налогов У нас вообще уже не осталось времени, но я не могу, Михаил Сергеевич, Елена, вас отпустить Мы сегодня подводили итоги, скоро Новый год, и все-таки хочется от вас поздравления для кировчан услышать Да, я с удовольствием и от души хочу поздравить всех кировчан с наступающим Новым годом Действительно пожелать счастья, успехов всем людям, всем мамам, детям, всем здоровья Папу-то не забывайте Да, и папу-то также, в общем, всем родным и близким, всем счастья и успехов Елена, присоединяйтесь Я присоединяюсь, да, большого здоровья, благополучия и мира, мира всем нам Спасибо вам большое, что к нам сегодня пришли Спасибо вам Михаил Некрасов, генеральный директор фармацевтической компании «Нуналек» И Елена Кольцова, директор по коммуникациям И Елена Кольцова, директор по коммуникациям